А мы сейчас ждем подовольствия от Ольги Орловой и Дмитрия Харатьян. Вообще сбилась мечта на самом деле, вот я не сыграл на экране, не спел там, а здесь вот предоставилась такая возможность, и я наконец-то вспомнил эту песню «Всеуслышание». Просто ты дождался, пока выросла твоя партнерша. Да. Сори. Она пальчиками делала, это было очень красиво и очень стиль. Спасибо, что вы заметили. У меня такое ощущение, что наконец-то они занялись, они поймали кураж. Вот эта форма, она соответствовала нашему содержанию, мне кажется. Ну а потом мы уже познакомились, срастаемся, как-то так, мы привыкли друг к дружке. Это любовь. Чего и вам желаю. Мочи! Дима решил меня получить играть в теннисе. Свои маленькие шаги в большом теннисе Оля будет делать здесь, там же, где я начинал. Ну, Оля. Давай, Димось. Берегись. Давай. А я на самом деле несколько лет занималась, поэтому я, в общем, не совсем новичок. Подачу. Откуда подают? Отсюда, что ли? Да. Поэтому я сейчас тут сделаю вид, что я плохо играю. Для начинающих вообще это практически чудо сейчас было. Даже размяться не дали. Во! То есть сейчас я уже догадался, когда она меня замочила, почем зря. Да ты играешь, да, в теннисе-то? Я думал, ты не умеешь. Дима играет прекрасно. Спорт как составляющая здорового образа жизни и залога хорошего бокала, поскольку дыхание необходимо для того, чтобы петь красиво. Это вы не видели? Не правда. К затылок попало мне два раза. Делай как я, делай лучше нас. Сжала руки под темной вуалью, отчего я сегодня бледна? От того, что я с терпкой печалью в Харатьяна давно влюблена. Я ловлю его каждое слово. Я фан-клуб возглавляю его. Пусть сегодня он с Ольгой Орловой. Я дождусь. Ничего. Ничего. Тебе телеграмма. Открывай. Читай. Постарели мои старики. Незаменно, как это бывает. И уже с чьей-то легкой руки Маму, бабушку всех называют. И все чаще тревожит отец, Хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, Чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, Мы еще, мы еще повоюем. Вам обоим кликсу седина И морщинки лучами косыми. Я в ваши возьму имена, Чтоб назвать ими дочку и сына. И глаза ваши станут светлее, И огня никому не задуть. Ведь внучат любят больше детей, Только я не ревную ничуть. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, Мы еще, мы еще повоюем. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, Мы еще, мы еще повоюем. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, Мы еще, мы еще повоюем. Ольга, ну вы просто великолепны сегодня. Помимо того, что такая красивая песня, Вы еще какие красивые. Что тебе кандылака там шепчет? Собчачка, успокойся, про родителей говорим. Скажи, мама с папой смотрят программы? Конечно, и бабушка. И что говорят? Самые главные критики, Мы сегодня много говорим о критике, Это родители. Ближе родителей нет никого. Вот что близкие говорят? Только честно. Они говорят, спойте про нас песню, Когда-нибудь уже, наконец. Ну вот конкретно, Какие замечания к тебе, какие к тебе. Интересно, что сказали, когда увидели? Сказали, что в баре надо за собой следить, Все время снимают, А ты сидишь там, нос чешешь, Или еще что-нибудь делаешь. Хорошо, что не ковыряешь, чешешь, Это еще нормально как бы. Хорошо, а что про дуэт про вас говорят? Родственники, конечно, нас любят, Так же, как и мы их, Поэтому они, наверное, Не замечают каких-то ошибок и недостатков. Они нас любят. Все знакомые говорят, Прекрасная пара, лучшая. Ну а пока в баре. Дмитрий Каратьян и Ольга Орлова. Вот они. Оля. Дима. Очень строго официально выглядите. Песня тоже серьезная. Надо как-то исправлять ситуацию. Я даже знаю, какой... Да, я даже знаю этого человека. Как зовут тебя? Артем. Артем. Артем все время, надо вам сказать, Дорогие и уважаемые зрители, Здесь сидел и комментировал всю передачу. Я даже в какой-то момент подумала, Что, может быть, пора уже как-то сдавать позиции И передавать молодым вот этим вот. Скажи, Артем, пожалуйста, Ты хоть и не знаешь эту песню, Но ты понял, про что там поется хотя бы? А как же, конечно, понял. Про молодых стариков. Ну, сейчас давайте не будем как бы Показывать пальцами, кто из нас молодые старики. Но, в общем, да. Вообще-то имелись в виду Не твоя мама и Дмитрий, ее партнер, А более старшее поколение, дедушки и бабушки. Ты можешь сейчас исправить ситуацию с Ольгой, Которая все время чешет нос, И ее за это ругает мама и бабушка. Передавай привет, короче, всем, кому хочешь. Давай. Ну, вообще... Ну, кому хочу. Ну, не своим из класса, друзьям, А бабушкам, дедушкам. Ну, да. Всем бабушкам, дедушкам, прабабушке. Ну... Молодец. Хочется еще школе передать, Так что тоже передаю. Директора. Директора как зовут? Директор. Ну, и директору тоже. От нашего жюри сегодня ожидаем все. Но сейчас только хорошего. Гарик. Татьяна. Дело в том, что мы очень не хотели бы, чтобы содержание этой песни отразилось на наших оценках. И чтобы мы не только из-за содержания оценивали эту песню. Поэтому не буду томить вас ожиданием. Мы взвесили свое решение. От имени всех членов жюри. Сорок баллов. Шнура калютюнах перджан. Что я могу еще сказать? Неожиданно. Я даже не знаю, что именно. Даже не знаю, как реагировать, на самом деле. Это, мне кажется, впервые. Я так... Все-таки я понимаю, что содержание этого... Этой песни Имело сильное влияние на ваше решение. Не только содержание. Не только содержание. Я вас поздравляю. Тогда дважды спасибо, да? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное, уважаемые члены жюри. И вот у меня соведущий тоже очень рад. Как весь знительный зал. Это не каждый так можно. Это что-то потрясающее. Как? Я уже так сумел.